В эфире программа «Новина региону» с тудой Кристина Кранкевич. Добрый день и у этом выпуску глядите. Звучит музыка. Могилюшчана затекавлена у развития деловых связей с Индой. Отзначу, старшиня был выконком Владимир Доманевский подчас встречи с надзвучайным и полномочным послом Индии у Республики Беларусь. Товарооборот помеж регионами мает добрую динамику, або дво боков выказали намер развивать супрационерство. Протяг темы у Алены Милюшчанковой. Удельная вага товарооборота Могилюшчанкова региона и Индии с 2012 года повеличилась амаль удвоя. И Могилюшчане ее, что пропоновать, как это лишь бы повеличить, зауважил Владимир Доманевский. У поширения рынка сбыта у Индии затекавлена белшина. Могилюшчана готова поставлять не только молочную хлебоболочную продукцию, а и, например, медицинские материалы. Мы сегодня готовы продемонстрировать индийской стороне наши сильные стороны в плане машиностроения, в плане развития продуктов питания, переработка сельскохозяйственной продукции. Мы готовы сотрудничать по этим направлениям. Мы уверены, что наши экономики могут дополнять друг друга. У приватности посла Индии особливо затекавила махчимость супрационерства с предприемством «Технолит». Я очень впечатлен их заводом, технологией, которую они используют. Также они уже установили контакты с индийскими компаниями, но я тоже приложу усилия, чтобы помочь расширить их. Посол Индии познаемимся с умовами работы резидента у свободной экономичной зоны Могилю. Керовник Могилюшины пропонувал налаживать больше тесные совязи по меж регионами. Спадар Панкач Саксэна пообещал содейничание у реализации этой идеи. Так само баки обмерковали махчимость творения у областного центра Индийского дворока. Зараз выбирают для его места. Проведение сусветного дня йоги, пленеры по живописи с уделом индийских творцев. А в ближайший час у Могилёвы плануется провести дни Индийского кино. Алена Мельшанкова, Александр Артемьев. Новины региона. Оповещение насильства, эвакуация людей и йодная профилактика. По 18-го и 19-го Кастрышника у Беларуси проходят республиканские командно-штабные вучения. По словах специалистов, они дадут махчимость вызначить, як подрихтованы органы керованья и воротовальников у попередженней ликвидации надзвычайных ситуаций. А докладни рада цинной аварии. Плануется, что во усіх городах и районах подчас вучения будут створены отповедные комиссии. У Могилёвской области центром практичного проведения вучений является Хотимский район. В рамках учений на территории Могилёвской области в каждом районе будут созданы институционные штабы, будут созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям. А на территории Хотимского района, который попадает в 100-километровую зону от Смоленской АЭС, будут проведены практические мероприятия, связанные с оповещением населения, выдачей средств индивидуальной защиты, органов дыхания, также йодной профилактики, помывкой условно загрязненного населения, обработкой транспортных средств, защитой сельскохозяйственных животных. Больше за 2000 порушений правил техники безопасности выявились у лета более чем на 200-х вытворчих объектах Могилёва. Креху больше за полову этих порушений у будовничьей галине. Вот почему по час месячника безопасности, специалисты Держинспекции особливую увагу надают миновито будовничьим объектам. У рейдовую группу запросили и наших корреспондентов. Працуют с упрацпорушения, кажут специалисты мобильной рейдовой группы, что наведывают вытворчие объекты. Сенс попередить выпадки травмирования и гибели людей. Все лето в Могилёве отбылося 20 дня шастных выпадков на вытворчасти. Один человек загинул, 19 отрымали тяжкие травмы. На думку инспектору, до трагеды провели типовые порушения. Например, такие, что зафиксовали подчас наведывания будовничьей пляцовки в этом году выявлено 2020 нарушений. Это во всех этих 207 производственных объектах. Из них, значит, 1035 нарушений было выявлено в сфере строительной. Отказ ваза бригаду будовников керавник проекту и дедае, что упоравленно не с минулыми годами отказность рабочих повеличилась. Совсем чуть-чуть осталось, чтобы все-таки поменять менталитет и взгляд тех же самых рабочих на охрану труда и технику безопасности. Поэтому мы работаем над этим. До речи, подчас подрихтовки этого сюжета до эфиру стало вядомо, что все порушения на будовничьем объекте в микрорайоне Казимировка выправлены. Месячник безпеки працы протягнется до 3 листопада. Андрей Шуляк, Миколай Соболев, Новинирегиона. Два человека загинули на пожарах за минулые сутки в области. В Глузском районе вратовальники ликвидовали узгорание поветти каля жилого дома. Подчас тушения под обломками яны знайшли тела 53-годового мужчины. По информации пожарных, ян трапил господачу по будову без ведома я ее ладальников. У Белынинском районе горыл приватный жилый дом. Подчас ликвидации пожара у адын спакоев на ложку супрацовники службы 101 знайшли тела 48-годового господара дома ладанья. У обо двух выпадках специалисты высветляют причину сгорания. 63 одинки снегоуборочных машин готовы до працы на дорогах Могилёва у зимовый период. Уже она запашена 15 тысяч тонн песко-соляной сумеси. Причим, ближайшим часом я ее колькость повеличится ясче на тратину. По выниках минулой зимы, кажут специалисты дорожно-мостового предприемства, областному центру хапала 17 тысяч тонн сумеси, каб в улице Могилёва своечасова очищать от снегу. 15 тысяч тонн нам позволит уже беспрепятственно прожить как минимум, даже при условиях сильных снегов, как минимум до Нового года. Поэтому я считаю, что дорожное мостовое предприятие готово к встрече зимы, и жители города Могилёва будут добираться на работу по чистым улицам и тротуарам. Невядомый Могилёв снова открылся в Музее истории города. В Азина-Ведвальников пропонует уникальную коллекцию фото с дымков Олега Лисовского от часов другой Суцветной войны. Алицепер обновленную и дополненную интерактивом. Люди текавятся истории родного города и приходят в выставочную залу на Болдина, как убачить мястины и падеи, связанные с житем их свояков у минулым. Особливо меня коронула женщина, которая выходит через этой выставы с сердцем высказала свою сяброцу, что теперь треба здесь и сесть и мощно подумать. Для человека это было некое особенное переживание – снова вернуться к этой умове. Есть люди, которые интересуются просто истории города, есть люди, которые интересуются, как выглядит город. Тут не глядя на то, что показана война, жахи войны, все-таки бачна чудовная и выкшталционная могилевская архитектура, которая уже, на жаль, возникла. Таким чином сумма этих усех уражений и эмоций, они и створяют этот ажиотаж, который створила эта выстава. Свой погляд на провинцию и провинциальное житие презентовал Мастак Валерий Калтыгин. На его персональной выставе можно убачить работы разных серых циклов, але кожный твор по-своему рассказывает про житие вязковцев под рабязностью в репортаже. Мастак працует тому, что не может не працевать. Для Валерия Калтыгина это житие девиз. Он – Мастак импровизационного характера. Соправдой, творчество мастера это импровизация. Он объединяет разные, подчас несумещальные вещи, которые хваляют его умом от створения работы. Валерию Аркадьевичу не так давно исполнилось 70 лет. И свой юбилей он выросла с нашей персональной выставой, на которой представлены лепшие работы, а пошлих 5 год. Отбор был такой определенный, было выдержано в определенных каких-то рамках, чтобы работы были не слишком, отличались направленностью друг от друга. Они все решены в тех тенденциях, в тех моих творческих каких-то желаниях, которые у меня последние лет 10. То, что меня забавляло и волновало. Господиня, бабина лето, сбана и шмат инших работ. Кожная, по словах мастера, супредстоит с участным представлением прохожостя. Валерий Калтыгин традиционно каждый год робить персональную выставу, а лиселит не для мастера особливая. Подведение определенной черты, что ли, в своей творчестве, в жизни. Вот такая небольшая выставка. Выставу можно увидеть у Могилевским областным Мастацким музеем имя Масленникова. Наталья Юдакимова, Александр Артемью. Новины региона. Актуальные новины в области на нашем сайте. А я с вами развитываюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!